Добрый день дорогие друзья с вами студия Мария Карпинская и сегодня я хочу поговорить с вами о семьях о крепких семьях о традиционных ценностях и нетрадиционных о разных семьях так вот семьи прошлого древнего прошлого самые крепкие семьи они держались на традициях и на определенных обрядах то есть если семья существовала допустим заключался была церемония определенная очень сложная брака заключение до брака там или венчания неважно потом традиции разные которые нужно было соблюдать и чем больше было в семье традиций тем крепче была семья то есть вся семья все-таки держалась на традициях когда разрушают традиции собственно вот разрушается и сама семья уже институт семьи то есть так и можно сказать что это институт семьи выстроенный на определенных традициях очень были красивые славянские традиции потом были увидены другие какие-то традиции короче все это держалось на традициях понятно что традиции не есть любовь это не про любовь это традиции обряды вот эти обряды помнили все время потом когда мы сейчас шагнули 21 век все эти традиции разрушились можно жить гражданским браком можно пойти просто расписаться можно пойти венчание устроить многие люди вот мои знакомые они специально ходят церковь чтобы пережить этот процесс вот этого красивого обряда венчания фотографии сделать и вот этим всем фото одеть одеть красивое платье ну то есть как-то в этот день особенно выглядеть и это круто и это остается в памяти и вот эта память скрепляет то есть людей скрепляет между собой мужчину и женщину мужа и жену сначала память потом это переходит дети и таким образом еще традиции в семье поддерживались там отец мать в определенных находились ну состояниях да дети должны были соблюдать тоже определенные обряды все было очень строго был патриархат это понятно все но сейчас послушайте меня сейчас вернуть это уже невозможно надо понимать что сколько бы не укрепляла наше государство или другое государство или любая религия сколько бы она не пыталась укрепить или вернуть эти традиции да есть люди которые там одевают какие-то древние славянские платья водят косты вокруг костра ходят гуляют там еще чего-то и пытаются возродить древние традиции взаимоотношения между мужчиной и женщиной но все равно это все временно и прогресс так велик что он все это разрушает вот единственная страна в которой поддерживается семейные традиции ценности невероятно это индия потому что там сам обряд бракосочетания это огромное такое даже я не знаю как это назвать это целая целая система посвящений и клятв то есть муж дает жене клятву жена клянется тоже 15 там что-то или нет 14 каких-то клятв и эти клятвы из жизни в жизни соединение как бы происходит на вечную жизнь это в индии я бывала много раз там на свадьбах процесс невероятно длинный занимает несколько дней свадьба вот и процесс очень затратный естественно потому что когда столько с обоих сторон затрачено денег то поневоле это уже скрепляет брак потом вообще там в институте семьи не предполагается измены ни мужские ни женские хотя сейчас фильмы делают но в основном все семьи живут мужчины не изменяю женщины вообще не изменяют как бы это не принято и мужчины тоже не изменяют нормальные семьи держится но вот это разрушение оно проникает и туда естественно поэтому это отражается уже фильмах там и во всем в нашей стране ну будем говорить про нашу страну ну мы стремимся ближе к европе все время хотя сейчас есть какие-то тенденции склоняются к востоку то есть вообще наша страна находится между востоком и западом и мы можем взять оттуда все лучшее и отсюда все лучшее потому что прогресс это всегда болезненно и реформа тоже семейных отношений это болезненно экономическая реформа семейная реформа социально это всегда все болезненно и разрушается старые устои извините для того чтобы построить что-то новое надо все равно разрушить старое и на его месте уже водружать что-то новое поэтому возродить то как пытаются что-то старые какие-то традиции либо славянские либо христианские поверьте это на самом деле невозможно все это игрушки но любая игрушка такая там венчание ли или по славянскому обряду что-то это она вот красиво но количество информации и она сильная но человек на самом деле скрепление вот этими обрядами это чувственная жизнь это соединение на уровне чувств понимаете а сейчас такое количество информации приходит через интернет через телевидение что вот эти все чувственные вещи они закрываются другими то есть пересиливают более сильные более другие ощущения чувства и ничего невозможно сделать невозможно это все сохранить то есть это может какое-то время продержаться эти чувства а потом они исчезнут так вот смотрите есть браки сейчас когда уже разрушены все семейные традиции на чем держится браке на чувственных удовольствиях то есть люди встречаются и во имя неких чувственных удовольствий они какое-то время могут быть вместе и люби и к типа любить друг друга например секс пока отлиться это чувственное удовольствие по отношению друг другу идет обмен энергиями пока люди друг другу интересны они как это сказать получают удовольствие друг от друга, и они как бы типа любят. А потом раз, и все это исчезает. Есть люди, которые объединяются вот очень сильно на почве денег. Допустим, есть один некто, кто достиг очень больших вершин там где-то, и у него большие деньги, он миллиардер, и он, допустим, задержит свою жену, своих родственников, дальних, близких, и они все типа его любят. Но это тоже, вы понимаете, что это типа. И достаточно там шаг в сторону, как уже и чувства погасли. Никаких чувств нет, они исчезают. И вы, наверное, сами заметили в этой жизни, что все не настоящее, все чувственное, оно все равно вот как весенние цветки, они опадают в траву, и все, и нет больше. И исчезает чувственность. Есть, конечно, люди, которые там постоянно или влюбляются, или занимаются бесконечно сексом, бегают, удовольствие и ищут. Но сейчас все меньше и меньше. Среди молодежи вообще я таких не знаю. Вот. И это было раньше, в советское время, очень бегали за чувственными удовольствиями, потому что они были запрещены. И у нас и с продуктами тяжело было. Сейчас все есть из еды. Очень многие люди, допустим, говорят, да нафига мне секс, я больше получаю удовольствие от еды. И тратят все свои деньги и все такое. Если есть возможность на разную еду, и еду превратили в чувственное удовольствие. А вообще еда, это и есть тоже такой своеобразный секс, или тоже чувственное удовольствие. Есть стимулы. Допустим, человек получил деньги, это стимулы, вот он стимулируется, вдохновляется этим, там что-то скрепляет людей, что один приносит зарплату, другой приносит зарплату, вместе чего-то планируют, шкаф купили или куда-то поехали, и вот счастье. Ну и таким образом вот скрепляются. Есть люди, которые скрепляются на других чувственных удовольствиях, на спорте, например. Они вместе на лыжах ходят в горы, там еще куда-то плавают и так далее. Куда-то вместе путешествуют, на мотоциклах ездят, и это тоже их скрепляет. Но все эти скрепки, они, это скрепки прошлого. Потому что на самом деле люди прошлого, это люди, у которых с помощью всех вот этих традиций, религий, спортивных этих людей, как бы останавливают в определенном размере. Понимаете? Помните, я говорила вам, что человек это вот такая синусоида, он развивается. Я мыслю, я, значит, существую. В мысли, в первую очередь. Вот. И если человеку вырезать, сделать его от сих и до сих кусочек, он уже остановленный. И он как пластинка становится неинтересным. Почему люди неинтересны друг другу сейчас? Да потому что они все на самом деле, они не мыслят. Они могут умствовать, они могут там чего-то, от сих до сих какую-то религию знать, выучить, или учение какое-то, или там что-то по интересам. Одни любители пива, другие любители спорта, третьи любители религии и так далее. И вот на эти темы они друг с другом беседуют, но это все скучно и неинтересно. Через какое-то время, на начальном этапе, когда вы встречаетесь с кем-то, вот это интересно, допустим, узнать. Ой, а что же там? Ну, как вот интерес. Зашел в магазин, увидел. Ой, а что это? Я это не пробовала. Это все одно и то же. И поэтому семьи будущего, на чем же будут скреплены эти семьи будущего? Вот эти все, ой, что это? Вот эти все обряды, они абсолютно будут необязательны. Каждый человек может придумывать себе каждый новый день обряд, какой он хочет, понимаете? Но люди будут скрепляться. Наступит такое время, когда будет важно не что-то там, возраст не будет иметь значения. Может даже какие-то, вы же видите, что сейчас происходят, и половые признаки как-то будут исчезать, когда человек станет полноценным существом. В нем будет и мужская энергия, и женская. И он будет развиваться еще раз в мыслительных процессах. Он будет как бы в полете. То все кайфы чувственные вот заменят вот этот полет мыслей, потому что он круче, выше и больше приносит удовольствие. И тогда представьте, если два мыслителя, два человека, оба мыслителя, он и она, например, соединяются между собой, они находятся все время в этой синусоиде. Я вот рассказывала про нее, когда каждый день новый день, когда они меняются. И тогда представьте, что каждое утро, просыпаясь муж и жена, уже встречаются с новым человеком, и каждый день надо знакомиться. Привет, я тебя не знаю, и ты меня не знаешь, давай знакомиться. Тогда никто друг другу никогда не надоест. И тогда такие браки будут уже вечными. Такие соединения людей, это уже не брак будет. Это будет вечная любовь, вечное соединение, потому что это уже такое будет два полета, две звезды, две светящих звезды, два полета, две птицы летят. Потому что каждый раз это будет новое ощущение, это новое от мысли будет рождаться новый свет, свет новой звезды, которая ты и я, да как звезда, две светлых повести. И это будут рождаться чувства совершенно другие, не те вот чувственные чувства земные, которые получаю удовольствие от того, что ем, от того, что сексом занимаюсь, от того, что... А это будут совершенно другие чувства. От мысли свет будет рождать чувства, которые будут... Не просто вот если чувства сексуальные, чувства от еды, они... Ну так, пока ешь, там, допустим, получаешь удовольствие, а потом даже где-то думаешь, фу, переел, фу, противно. То же самое с сексом. Мужчина там, пока имеет женщину, он стремится к получению этого удовольствия, потом отворачивается, ему даже неприятно. И женщины свободные примерно так же себя ведут. Им потом неприятно. Фу! Фу! Что это за... Вот это вот, да? Присутствует везде. В сексе это фу, в еде, пока получаешь удовольствие. Да, во всем. Во всем. И в покупках тоже фу. Сначала вот как бы да, а потом фу. И везде вот это фу. То есть это все вот такое фальшивое, это подстава. А вот когда от мыслей, я мыслю, значит, я существую, у мужа и жены будут рождаться каждый день новое чувство, дополняющее друг друга. Это то, о чем мне говорил отец, что высшая форма творчества это общение в духе истины. Это и есть общение в духе истины, потому что такие люди находятся друг перед другом в совести. Что такое совесть? Это постоянное соединение с Богом, да, с высшей вестью, с Богом. Они находятся в Боге, в его мысли. И поэтому утром просыпаются, они за ночь даже там что-то переработали, уже другие. И они видят каждый день друг друга новыми. Вот про меня один человек, там Алексей, он говорил, что Мария – это вечно восходящее солнце, она никогда не заходит. Она все время… Почему вечно восходящее? Да потому что постоянно новые и новые мысли. Я же отличаюсь от всех людей тем, что они берут одну какую-то тему и копают, копают, и копают, и все в этой теме, а потом на ней пытаются деньги зарабатывать, потом народу это преподносить как учение, выкопали там. А на самом деле вот эти все, я вам честно скажу, вот эти все учения, когда ко мне в студию приходили, излагали свои учения, мне от них было ужасно скучно. Я прямо сидела там, что носом чуть не тыркалась. Думаю, Господи, ну как можно это все? Зачем это надо запоминать? Кто на какой сидит уровне? Какие-то там термины дурные, которые я понимаю, там я изучала физику, и поэтому там понятия физики мне понятны, химии, тоже математики, тоже могу применить эти термины. Но зачем создавать какое-то очередное учение, уже затрахали этими учениями, это все равно уже невозможно. И каждый раз все новое, новое, новое. Это все как ходить, и все вот опять в магазине, эти новые модификации телефона, новые. Нафига? Ну больные люди гоняются за новыми айфонами, все одно и то же. Учения, айфоны, разницы нет. Нет разницы. И это все внешнее, вот это вот все, которое в какой-то момент это до такой степени надоедает, что хочется каждому, кто придумал очередное новое учение, подойти и вклеить просто в физиономию. Понимаете, что происходит, да? Потому что это опять никого не радует. Это все опять одно и то же. Кто-то первый, какой-то идиот, сказал остановись в мгновение. Ты прекрасна. И остановил движение пространства и времени. Потому что, я еще раз прошу своего брата, но он сказал гениальную мысль, которую никто не высказывал, что пространство и время это одно и то же, они связаны. И когда человек останавливает время, он замедляет, и пространство делает мертвым, и сам себя мертвляет. И все эти учения, да, традиции держали людей. Они удерживали семьи, создавали. Ну, сейчас должно быть все новое. Ибо Иисус еще когда сказал, ибо творю все новое. Творим все новое. Новая семья, которая скреплена вечно, потому что никто никому не надоедает. Все интересны друг другу до бесконечности. Потому что каждый день новый день. Каждый день новый человек. Каждый день, когда ты говоришь, здравствуй, ты понимаешь, что ты встречаешься с какими-нибудь Васей, Петей или Наташей, новой. Это новые люди. Каждый день новый человек. И каждый день это что-то новое мысли. Вот сейчас я нахожусь вместе в таком полете мысли с Майей Николаевой, который находится в Индии. Каждое утро звонок какой-то. И мы обсуждаем ту или очередную тему. Вот как раз тема сегодняшняя была о том, что вот когда в полете человек, и Майя это сказала, человек, которая была человеком чувственных наслаждений. Она и в ресторане работала, вот там все это, еду любила. Потом ей это все вот так вот надоело. Секс, еда, что там еще. Вот эти все шмотки, одевание по моде, приспосабливание под общество, за понты дорого надо платить. Да пошли они все эти понты далеко. И вот когда человек познает, что такое жить в мыслительном процессе, и то, чего я от вас хочу, и я вижу это, что у некоторых из вас уже открылись эти мыслительные процессы. И вот когда у вас процесс открывается, вы начинаете летать. Это полет. И когда вы получаете этот полет, еще раз повторю, только от мысли рождается свет, высокой мысли, естественно. Не мыслишек таких низких, которые вообще-то, это и не мысль даже, божественных мыслей. Когда рождается свет от мысли, Богу хорошо, потому что на земле больше света. Но от мысли свет еще и рождает чувства. И эти чувства ликующие, они такие дивные, они такие ликующие, что вот это все, то, что там было до того, вот эти чувственные наслаждения, становятся просто смешными. Вот. И поэтому люди нового времени, они будут находить друг друга сейчас уже и так по непочувственным наслаждениям. Любовь будет начинаться не с секса, не то, что вместе любят, едят и вместе деньги грабят кого-то или там любят покупать в магазинах. А люди будут, или любители пива и выпить, люди будут встречаться по мыслительным процессам. Они будут, это целостно, это не половинки. И соединившись, такая пара, вот честно говоря, сейчас это, конечно, очень сложно. Я вот тоже все время мечтала, ну где, ищу человека, где мне найти такого человека, с которым совпали бы наши вот мыслительные процессы, чтобы мы могли друг друга вот разговаривать в духе истины, еще раз, как мне отец говорил, я какую-то мысль бросаю, она тут же падает в сердце другого человека, и там моментально в ответ в отклик на мою мысль рождается новая мысль. Это как цветы такие распускаются, фантастические, бурление такое, красота такая, понимаете? Вот, но про эту красоту еще никто не знает. Это я вам рассказываю, потому что если кто-то развивался в мысли, ученые какие-то там, я не знаю, творческие люди, они все в одиночку это делали, они сидели, медитировали, в одиночку рождали эти мысли, озарялись, ликовали этими чувствами, и поэтому лики их становились прекрасными, на них смотреть, на лица было приятно, понимаете? Вот, ведь на лицах тоже все отражается, на лице, и муки отражаются, когда человек прошел через муки, но видно же, вот на моем лице видно, что несмотря на то, что я, как говорят, хорошо выгляжу, все равно муки отражены, потому что путь-то был первопроходческий, я шла, одна, отец оставил меня, он тоже мыслитель был, и почему мне с ним было так хорошо, с отцом, а мать, похоже, и ревновала даже, потому что мы на мысленном уровне, вместе, думали, мыслили, я воспринимала, впитывала, тоже думала, отвечала на вопросы, мы жили этим, мы рождали свет, мы ликовали, а потом мне пришлось одно идти, по миру, вот, а вокруг меня люди, которые совершенно другие, как в чужом мире, потому что они все жили только чувственными наслаждениями, и я видела, как на моих глазах разваливались тысячи, сотни тысяч браков, всех моих знакомых, причем-то с такими подставами, по двадцать семь лет прожили, по тридцать, и разваливались, потому что эти люди еще раз жили только чувственными удовольствиями, вот, и новая семья, к которой мы идем, это не совсем уже такие ценности, которые были, мы должны открыть в себе мысли, мыслительные процессы, каждый должен стать философом, каждый должен стать аналитическим этим, как вот Шерлок Холмс, каждый должен творить уже, стать маленьким творцом, и когда этот маленький творец, вот там, помню, Маслов такой, Леонид, забыла, неважно, там какое-то тоже у него учение свое открыл, и он всех людей вот обозвал творцами, ну что значит, ты обозвал, ну назвал ты, а что от этого изменится, ничего не поменяется, надо же людям показать, что такое мыслительные процессы, механизмы этих процессов, как открыть в себе мысли, как стать волной, а не камнем, не частицей, то есть из частицей превратиться в волну, да, для этого может надо многое потерять, многого лишиться, для того, чтобы открылась эта мысль, надо разрушить, уйти от всего традиционного, от ценностей определенных, которые люди считали ценностями, там еда, одежда, секс, от этого надо уйти, на время, чтобы посмотреть со стороны, что на самом деле мы должны есть, надо ли нам на употребу обществу по моде одеваться, что мы должны делать, и когда человек задает вопрос, для чего я сюда пришел, для одежды, для еды, для получения наслаждений, которые уходят, а потом требуют все других и других, начинается извращение всякое, а вам нужны эти извращения? Думаю, что нет, думаю, что они не нужны, сейчас мне уже звонят, и поэтому я, так что вот, новая семья, нового поколения, так скажем, как компьютеры нового поколения, будут соединяться на совсем других ценностях, и эти люди, как творцы, будут сами себя для своей пары, создавать традиции, те, которые они считают нужными, каждая мелочь земная, будет плетаться в небесный, вот этот венец мысли, это мысль, представьте, она как облака на небе, да, или что-то там, это все будет вплетаться в узоры, и каждая мелочь, сделанная здесь тобой на земле, будет иметь большое продолжение на небе, а небо будет иметь продолжение на земле, это будет соединение неба и земли, и тогда такие браки будут уже, или такие соединения мужчины и женщины будут вечными. Все, спасибо, с вами была Мария Карпинская, всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok